привет всем я недавно был на кинофестивале в городе нижний новгород горький фест называется очень хороший кинофестиваль наверное самый крупный сейчас из всех фестивалей что происходит в россии никого не хочу обидеть все фестивали хорошие каждый по-своему но горький фест это конечно грандиозное событие посмотрел там довольно много современного отечественного кино о нем я расскажу потом о нем о современном отечественном кино я имею ввиду расскажу потом а вспомнить я хочу картину под названием вы инопланетянин они я тоже расскажу потом а сейчас я скажу только что эта картина вызвала во мне чувство восторга своей какой-то первобытный бьющий во все стороны радостью чистой радостью безо всякого ерничая безо всяких фиг в кармане без всяких намеков на какой-то там протест против чего непонятно абсолютно чистый юмор чистая радость местами похоже на монологи курехина местами похоже на дадаистов местами похоже на авангардистов двадцатых годов на концептуалистов восьмидесятых годов но при этом дико современно дико смешно дико чисто и дико радостно это я к тому что музыка бесконечна и считать музыку каким-то высоко благородным изысканным занятием на мой взгляд это неправильно музыка должна приносить радость должна будить эмоции тревожить волновать как любое искусство но вместе со всем этим приносить радость и и радость приносит разные артисты хорошие например удивительный человек которого зовут звали точнее но и зовут до сих пор ян дюри английским мастер рок-н-ролла очень странного внешнего вида но внешний вид обусловлен его тем что в детстве он переболел полиэмилитом и выглядел очень специальным образом конечно уж точно не как рок-звезда но есть такая расхожая фраза не помню кто ее сказал первые что если бы ян дюри даже торговал в разнос картофелем он все равно бы стал звездой настолько он был мощным внутренне человеком настолько обладал грандиозным творческим потенциалом что несмотря на все несмотря на в общем-то отсутствие голоса отсутствие героической внешности как положено в рок-н-ролле он стал большой звездой по крайней мере два первых альбома его были платиновыми следующий альбом продавались тоже очень хорошо платиновыми уже не стали но все было в порядке и ян дюри был непререкаемым авторитетом на английской рок-сцене участвовал в концертах если мне память не изменяется рок для кампучии и прочих грандиозных шоу призванных собирать деньги для для того чтобы помогать проблемным регионам и людям с проблемами так вот ян дюри начинал он ну вообще он художник артист прозаик поэт фотограф и много чего еще очень наполненный насыщенной творческой энергии человек о чем я уже говорил ранее встретился он с гитаристом чезом дженнелом свое время и стал записывать музыку очень любил рок-н-ролл очень любил джина винсента вообще рок-н-ролл 50-х начала 60-х годов это было его кредо при этом он внимательно следил за тем что происходит в музыке современной на тот момент времени был настоящим асом не в плане коллекционирования в плане ответов на вопросы а это что такое это что за группа а это что и играют можно было спросить у яна дюри он бы дал ответ мгновенно вот такой человек вот такой парень замечательный new boots and panties это первый альбом яна дюри и группы blockheads до до blockheads у него была другая группа и они даже играли на разогреве группы the who ничего никто не стеснялся такого вот замечательного мужчины на сцене ян дюри известен помимо всего прочего тем что он является автором знаменитой фразы sex and drugs and rock'n-roll это самый известный его сингл сингл не входит в первый альбом виниловый но входит в издание на компакт-диске sex and drugs and rock'n-roll замечательная песня яна дюри название которое растиражировано и пошло уже в тираж во всю но эта музыка совершенно не похожа на тяжелый рок на арт-рок вообще на все что угодно она больше всего похожа на рок-н-ролл пятидесятых годов сыгранной как и положено уже во второй половине семидесятых многие считают его панком многие считают это новой волной ничего похожего это чистый рок-н-ролл сыгранный просто вот так как видится это яну дюри с привлечением струнных групп с привлечением духовых с уклоном в ритмы которые в энциклопедиях очень смешно в энциклопедиях пишут что ян дюри играл диско но это как бы я не буду даже комментировать это ритм есть ритм функции барабана функции ударных инструментов есть функции ударных инструментов музыка это не только функции ударных инструментов музыка это много чего еще вокруг в целом полная картинка складывается из разных составляющих в общем первая пластинка нету здесь до этого sex and drugs and rook and roll wake up and make love with me двусмысленное название вообще музыка и песни очень двусмысленно всегда ернические несмотря на то что я расхваливал сейчас картину художественный фильм где нет ерничания где нет цинизма вот здесь полным-полно цинизма ерничания но это так весело так задорно безо всяких каких-то серьезных вот таких вот тяжелых штук вот вот этого вот вот этой мерзости всей какой-то такой борьбы какой-то непонятно с чем чего а чистый такой курюхинский я бы сказал юмор и вообще здесь все очень хорошо вот эта самая песня wake up первая она она такая даже немножко мрачная хотя как бы проснись и давай заниматься со мной любовью поет вот этот замечательный господин но так какая-то такая не то чтобы патология но мы какой-то такой легкий налет фильмов ужасов и все это вместе с конечно такой замечательный юмор sweet джин винсент следующая песня посвящение джину винсенту любимому исполнителю я на дюре веселая веселая рок-н-ролльная но не такой рок-н-ролл на трех аккордах который там down 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 до это обрыву уже вот так тут надоело совершенно и лучше всего это играли в 50-е годы и в начале 60-х и повторять что-то делать что-то подобное уже как-то просто скучно ну и дальше здесь все хорошо некоторые песни идут в чистый панк-рок такой что соответствует времени выхода альбома некоторые уходят в мизик-холл а что такое мизик-холл мизик-холл это половина песен doors это тот же самый мизик-холл собственно говоря ну а половина это какие-то такие музыкальные монологи с легким попаданием в мелодию голосом сиплом и таким едким голосом я на дюре с и с очень хорошим музыкальным сопровождением слушать одно удовольствие на самом деле тем кто любит рок-музыку не побоюсь этого слова основанную на рок-н-ролле это просто полный кайф но любимая моя пластинка вот это вот это do it yourself это второй альбом я на дюре который тоже стал платиновым и вот все энциклопедии все справочники пишут что здесь я андюре ушел в диско но никакого намека на диско даже здесь нет здесь настолько пробивные мажорные минорные страшные и веселые песни в сопровождении очень хорошего бэнда с совершенно таким слова совершенно очень часто произношу но с таким грубом с таким ритмом так четко так заводно так тащит это все что ничего другого кроме диска критиков голову не пришло ну да и бог с ними in between с песня первая которая открывает альбом она немножко похожа на вот эту самую wake up and make and make love with me тоже такая вкратчиво вкратчиво вкрадывается в нас и тащит дальше чтобы послушать весь альбом идеальнейшее музыкальное сопровождение одно из самых великолепных наверное один из самых крутых сопровождающих бэндов из всех которых я слышал я могу сравнить только может быть со стилем дэн даже где-то местами тут но учитывая только то что стиле дэн все-таки больше в сторону джаза уходит а это в сторону рок-н-ролла но примерно то же самое с духовыми с синтезаторами с могучий ритм секции качающий раскачивающий но при этом очень тонко подвешенная фортепиано которая везде у я на дюри есть во всех его альбомах она дает такой воздух и такие синкопы такой такие рисуночки как которые раскрашивают все музыкальное полотно очень здорово quiet don't ask me sing my words waiting for your taxi тяжелая песня куда-то в сторону и гиппопа наверное она сдвигается уже повторяющаяся ритмическая фраза очень тяжело сыгранная не тяжело сыгранная вот так вот а по звуку тяжелая альбом идиоты гиппопа вспоминается сразу все очень здорово ну и не буду все перечислять дальше мое любимое полотно dance dance of the screamers предпоследняя песня на второй стороне здесь орет саксофон джазовый такой free джазовый напоминающие там орнета колмана может быть и перекликается с диким визгом я на дюре вот так кричать как здесь кричит рычит и стонет и свистит голосом ян дюре не может не мог и не сможет никто и никогда это такие крики dance of the screamers ради этого одного стоит только купить эту пластинку do it yourself ян дюре н.д. глухать говорят что время этой записи были страшные скандалы тоже ян дюрия несмотря на то что играл очень мало пел не очень хорошо но сочинял блестящий был очень привередлив и гонял всю группу в хвост и в гриву что наверное неплохо потому что качество игры качество музыки на этой пластинке она умопомрачительно она настолько хорошо что получаешь настоящее удовольствие от прослушивания этого не то панка как пишут не то диска как пишут не то какого-то загадочного паб-рока что такой паб-рок я вообще понятия не имею но сплошь и рядом я слушаю пап паб-рок паб-рок то есть урок который играется в пабах то есть в клубах то есть это весь рок-н-ролл мира практически паб-рок потому что все группы мира включая есть genesis rush и кого угодно все играли в клубах то бишь в пабах паб-рок но после записи этой пластинке группа blockheads измученная придирками явно дюри распалась рассыпалась и вроде бы возникла пауза но ян дюри встретил гитариста из группы доктор фил гуд уилка джонсона классного рок-н-ролльного настоящего гитариста и записали они пластинку лата лаутор я не знаю как произносится это от слова смех да это все происходит вот таким составом интеллигентных господ латор будем так называть и это смещение все таки в гитарный рок пошло благодаря вам к джонсону кстати они сами вот этот господин раз ну а вот я андюри прилизаны причесаны здесь до странности 2 и классинка очень хорошая получилось она не так меня пробивает как дует яселф она просто другая она более роковая и в каких-то моментах более грандиозные например песня под названием факин ада которая завершает этот альбом последняя на второй стороне она даже название и даже за чирика на за чирика на вот здесь заклеена на обложке но еще бы факин ада кто же допустит продавать пластинки с таким названием а на пластинке слава богу название сохранено и это такое монументальное полотно хотя гармонически простое вообще гармонически здесь все довольно просто но столько наверчина гитарных всяких штук здесь и психи дали и и космос и регги и намеки на то самое псевдо диско и рок-н-ролл все просто очень очень хорошо но следующая пластинка несмотря на очень хорошую обложку уже не очень интересно она хотя и такая фанковая задорная но как-то не пошло дело ну ничего страшного еще несколько альбомов записал я андюри с переменным успехом но первые три альбома вот это латар дует yourself шедевр шедевр шедевров просто ну и конечно первое вот это new boots and panties это история рок-н-ролла это золотой фонд британской музыки повторю да если бы он даже торговал в разнос картофелем он все равно был звездой звезда внутри каждого из нас сидит нужно только и увидеть вытащить и раскрыть если есть желание такое пошел пить пока